На текущей неделе была обнародована очень интересная информация. Россия заняла пятое место в мире по количеству домохозяйств, чье богатство превышает 100 миллионов долларов. Более того, по итогам 2013 года рост российского богатства составил более 20%. Цифры, конечно, очень хорошие. Ожидается, что в будущем богатство россиян будет расти, конечно, медленными темпами. Однако, с нашей точки зрения, при неблагоприятном сценарии темпы могут упасть до нуля или даже войти в отрицательную зону. Санкции, отток капитала, неясные внешнеполитические перспективы. Однако пока мы имеем очень хороший результат. Вместе с тем, интересно, как распределено богатство. Суммарно богатство россиян оценивается в 1,9 трлн долларов, что очень близко к размеру российского ВВП. Примерно 1,2 трлн – это наличные и банковские депозиты. 0,6 – это акции и 0,1 – облигации. Данная структура распределения богатства говорит о том, что, к сожалению, в России, мягко сказать, неразвиты финансовые рынки. 15 лет назад российский фондовый рынок начали формировать глобальные инвестбанки. Не так важно, работали они напрямую или через российских брокеров. Однако российский рынок акций так и не восстановился после кризиса 2008 года. Сейчас формированием российского рынка акций занимаются чиновники. Мы имеем два госбанка и три еле живых брокера. Перспективы рынка акций достаточно пессимистичные. Инвесторы уходят на рынок Форекс, то есть туда, где есть ликвидность и где можно монетизировать свои знания о мировой экономике. Что будет делать российское правительство, сказать достаточно сложно. Видимо, ничего. При этом приток иностранного капитала, который был в середине нулевых годов, ждать также не стоит. Россия остается одной из крупнейших экономик мира. Однако наш финансовый рынок, мягко сказать, намного меньше, чем позволяют размеры хозяйства. А ведь было время, когда капитализация российских компаний была близка или даже превышала наш ОВП. Ситуация достаточно безрадостная. И в этом прежде всего виноваты российские чиновники, которые продолжают заниматься только доходами и расходами бюджета и которые по факту равнодушны к инвестиционному климату в Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин